В тропиках было жарко. Такая жара была незнакома людям, находившимся на борту кораблей Минго, Пинто и Санта-Мария, под командованием итальянского исследователя Фискофора Колумба. Прошло несколько месяцев с тех пор, как эти люди покинули Европу, и до этого момента Европа была всем, что они знали. Перед ними была поставлена сложная и даже опасная задача. Испания наняла Колумба, чтобы он нашел новый западный путь в Азию. Им нужны были новые пути для торговли и покупки специй. Но это было... Ведь переплытие кинадок — это еще не все. Мало кто из моряков знал, что их жизнь изменится навсегда. «Земля на горизонте!» — крикнул кто-то на борту. Но когда они наконец вступили на новую чужую землю, то обнаружили, что находятся не в Азии. Они высадились на американцев. Вы, наверное, уже слышали эту историю. Исторически сложилось так, что Колумб прибыл в Америку в 1492 году. Но что было бы, если бы корабль Колумба попал в смертельные штормы в Атлантическом океане и не дадут ему данную позицию? Как бы выглядела сегодняшняя история? Прежде всего, никто ничего не открывал. Когда мы говорим, что Америка была открыта, мы как бы игнорируем миллионы людей, которые уже жили здесь. Американский континент был открыт только с точки зрения Европы. Колумб мог бы что-то открыть только в том случае, если бы по прибытии туда перед ним оказались гектары пустой земли. Но это было совсем не так. Во-вторых, Колумб не был первым исследователем, высадившимся на американском континенте. Хотите, верьте, хотите, нет. Но в X веке к американским берегам подошли викинги. Их экспедиции хорошо задокументированы и признаны учеными. Вот что могу произойти. Около тысячного года до нашей эры исследователь-викинг Лейф Эриксон приплыл в место под названием Винго. Симпатичное название, правда? Сейчас это регион в Канаде под названием Ньюфаунгер. Но его команда не задержалась там надолго. Привык на место, они обнаружили 10 коренных американцев, дремавших под своими перевернутыми каноэ. Они попытались торговать, но, полагаю, викинги не были слишком дружелюбны и не очень понравились американцам. Но, судя по рассказу викингов о встрече, они почувствовали угрозу, поэтому уплыли обратно. В этом есть смысл, верно? Как я уже говорил, на огромном американском континенте жили миллионы людей. Любой иностранец оказался бы там в меньшинстве. Теперь посмотрите, как выглядела Северная Америка до того, как туда попал наш приятель Колумб. Она не была разделена на привычные нам государства. И если бы Колумб не прибыл туда, то Соединенные Штаты, возможно, никогда бы не стали единым целым. Ведь на этих землях жили сотни первых американцев и жили они среди своих племен. Совсем не так, как европейцы. Неверно думать, что до прихода европейцев на американском континенте не существовало политических систем. Просто нужно понимать, что они отличались от привычных нам сегодня. Когда европейцы приехали, они привезли с собой свои традиции. Начиная от религиозных верований и языковых систем и заканчивая такими базовыми вещами, как одежда. Если бы американцы развивались самостоятельно, возможно, их представление о моде было бы сегодня совершенно иным. Видите ли, у европейцев к моменту их прихода на Запад уже было развито чувство моды. Они носили такие вещи, как вот это и вот это. Но ведь в тропиках они не очень уместны, не так ли? Для европейцев мода была связана с демонстрацией определенного экономического статуса, в то время как в Америке этого не существовало. Для коренных американцев одежда была в основном функциональной и зависела от погоды. В более теплом климате коренные жители носили короткую одежду, прикрывающую интимные места. Они ходили с обнаженной грудью и использовали обувь, известную как макосины. Да, именно такие макосины, которые, вероятно, есть и у вас. В более холодном климате они использовали кожаные и меховые парки. Конечно, всегда существовала специальная одежда для церемоний. Поэтому я полагаю, что если бы Колумб не лезли в Америке, то такие бренды, как The Gap, Hollister и Forever 21 никогда бы не появились. Но с этим можно смириться, не так ли? Вот интересная мысль. Предположим, что через 17 сотен лет у коренных американцев появились сложные инженерные навыки. Они построили большие лодки, может быть, чуть меньше традиционных европейских кораблей, и решили отправиться за океан. Предположим, что именно они прибыли к европейским берегам, в Испанию и Португальск. Конечно, они взяли с собой подарки и товары для торговли. У них на родине это тоже была распространенной практикой, известной как потлачь. Конечно, европейцы, торговавшие только с Азией, восприняли бы их с подозрением. Но в результате этой встречи между коренными американцами и европейцами завязались бы отношения иного типа. Поскольку европейцы не претендовали на владение Америкой, жители так называемой «новой земли» не считали себя ниже их. Напротив, они стояли рядом, как равные каждой со своей силой и набором знаний. Коренные американцы научили бы европейцев новому типу управления, более децентрализованному. Так что современные государственные структуры выглядели бы совсем иначе. Возможно, европейцы решили бы, что четыре года — слишком большой срок для принятия решений, и поэтому стали проводить выборы реже и чаще. Да и ландшафт европейских городов тоже сильно изменился бы. Вместо огромных статуй из меди и бронзы, изображающих людей на кораблях, направляющихся в Америку, европейцы построили бы тотемные столбы в честь своих союзов с первыми американцами. В области медицины и лекарственных знаний им тоже было бы чем обменяться. В то время как европейцы развивались в традиционной медицине, американцы накопили внушительные знания о травах, способных излечивать различные заболевания. Не успели европейцы оглянуться, как уже продавали бы различные сорта растений в своих аптеках. Однако у них был бы один большой барьер — языковой. Поскольку европейцы никогда не пребывали на американские берега, они также никогда не учили американцев своему языку. Поэтому, возможно, в этом сценарии обе культуры привлекли своих лучших лингвистов и попытались создать новый язык с нуля. Такой, который был бы понятен обеим странам и охватывал бы оба их мировоззрения. Если задуматься, то последствия этого для современной жизни будут очень серьезными. Предположим, что этот вновь созданный язык включал в себя некоторые символы и рисунки. Видите ли, коренные американцы часто рассказывали истории с помощью символов, известных как пиктограммы. Иногда они были весьма буквальными. Как вы можете видеть, гора изображалась в виде, ну, горы. Только представьте, эта система общения существует уже 5000 лет, ведь на самом деле она была изобретена шумерами. И, возможно, даже клавиатуры наших ноутбуков были бы оснащены этими символами. И вы могли бы писать более наглядные и забавные электронные письма, чем те, которые вы пишете сегодня. Изменился бы и американский ландшафт. Если бы ни Колумб, ни другие европейцы, пришедшие за ним, не добрались бы до так называемой «Новой Земли», города Центральной и Латинской Америки выглядели бы совершенно иначе, чем сегодня. Может быть, такие империи того времени, как Инки, Майя и Ацтеки, сильно разрослись бы. К моменту прихода европейцев они уже были довольно большими. Некоторые города Майя до Колумбовой эпохи по численности населения не уступали средневековым Лондону и Парижу. Но империя Майя выросла бы настолько, что могла бы охватить всю Центральную Америку. Они могли бы развить свое мастерство строительства пирамид до такой степени, что им удалось бы построить даже большую пирамиду, чем пирамида Гизы в Египте. Туристы приезжали бы сюда со всего мира. Регион Южной Америки мог бы превратиться в огромный лес, больше, чем Амазонка. Инки могли бы пройти через Анды, а затем попасть на материк. Таких мест, как Бразилия и Аргентина, никогда не существовало бы. Но на их месте возникли бы сказочные тропические поселения, которые стали бы мировым эталоном экологичного образа жизни.